День общественности Кульгин получил орден Красной Звезды, исполняя интернациональный долг. Здравствуйте в студии Марины Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Проверка газового оборудования и работы медицинских учреждений стали центральными темами Дня общественности в администрации Армавира. Квартальные руководители ТОС рассказали о проблемах технического обслуживания и о нехватке врачей в 4-й поликлинике. Подробности у Инны Лепеткиной. Этой зимой России взбудоражили обрушения домов в Магнитогорске и городе Шахты. В обоих случаях их спровоцировал взрыв газа. Специалисты газовой службы обеспокоены тем, что многие жители Армавира не перезаключили договоры на обслуживание. В их жилищах не проводится ежегодный осмотр оборудования. Об этом сообщили в ходе Дня общественности. За период действия 2018 года по техническому обслуживанию газового оборудования из 68 тысяч населения газифицированных домов города Армавира проверку прошли 17. Армавирцы отметили, что они нередко сталкиваются с очередями в абонентском отделе и халатностью проверяющих сотрудников. В этот раз пришли они 2-го числа. Вот пою буквально подъезда. Хорошо, что я вышла подъезд и столкнулась с проверяющим. Он идет, я говорю, куда? Газ проверяю. Я говорю, хорошо, идет я пока, я дома. Он зашел ко мне. Я ему говорю, у меня дома тот-то, тот-то. Люди сидели дома, они не пошли по квартирам. Они у меня подъезды, где в квартиру пошли? Рядом с подъездом не звонят. Гадровый человек к нам не идут. Я стою, он не заходит. Он говорит, что это третьего этажа. Это что за отношения? Вам назвали дату. Разберитесь, кто был и приведите меры. Куда еще подъехать надо, давайте запишем. А в следующий раз проинформируйте, почему такое произошло. В Армавире продолжит действовать программа формирования комфортной городской среды. В 2018 году подрядчики приступили к обновлению Комсомольского сквера. Работы разделили на два этапа. После их окончания ремонт коснется других общественных территорий. Работы будут продолжены и в 2019 году. То есть необходимо будет закончить, доставить все элементы площадок и закончить также освещение. В текущем году планируется приступить к благоустройству парка «Городская роща» в районе водохранилища. Это тоже очень большая общественная территория, которая будет проводиться благоустройство тоже в несколько этапов, потому что количество средств там очень большое. С начала года все муниципальные учреждения перешли под управление Краевого министерства здравоохранения. Теперь пациенты будут получать льготные лекарства в профильных диспансерах и больницах. Остальной порядок оказания медицинской помощи не изменился. Поменялась только структура взаимодействия. Теперь в администрации нашего города нет управления здравоохранения. Татьяна Дмитриевна Романова, которая возглавляла это управление, она перешла на работу в Министерство здравоохранения. Теперь будет возглавлять отдел здравоохранения Министерства Краснодарского края, который на данный момент мы определяемся, где будет располагаться. Либо здесь здание администрации, либо будет располагаться в здании детской городской больницы. Квартальные пожаловались на работу поликлиники номер 4. Местным жителям трудно попасть в терапевту. Главный врач городской многопрофильной больницы отметил, что сейчас в поликлинике прикреплено 6 врачей этого профиля. С линько. На больничном, в поле не лёд. Ну так они же есть. Подождите, ну доктора же тоже имеют право болеть. Со второй смены принимают доктор Ушак и доктор Бородин. Если вы не знаете, вы их туда отправили на усиление. Я вам это сообщаю. Они там с ноября месяца. Во вторую смену принимают эти два врача. Там же доктор С линько маленького, Важинская, которую укусила собака. Доктора Важинскую. Да, она варшит, вы за вас. Поэтому доктор на больничном из-за этого. Глава Армавира поручил проверить очереди в учреждении. Общественникам также рассказали о новых методах обмана, которыми пользуются мошенники. Чаще всего они продают товары в интернете и пропадают после перечисления предоплаты. В 2018 году число таких преступлений увеличилось на 40%. Только в январе этого года полицейские раскрыли два факта мошенничества. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир. Армавирское местное отделение партии «Единая Россия» реализует 17 партийных проектов. Из них 14 федеральных и 3 региональных. Так, в рамках партийного проекта «Культура малой родины» в 2018 году муниципалитету удалось приобрести здание бывшего Дворца культуры железнодорожников. Стоимость здания с оригинальной архитектурой, колоннадой, мраморными лестницами, огромными холлами составляет около 124 миллионов рублей. Оно было приобретено на условиях софинансирования с краевой казной. Площадь Дворца почти 2400 квадратных метров. В нем разместится школа искусств, воспитанники которой будут заниматься хореографией, музыкой, постигать азы актерского мастерства. Сейчас идет набор сотрудников, закупается мебель, необходимое для занятия оборудование. В обновленном очаге культуры будут проходить выставки, разные мероприятия. Здесь найдется место и для национальных общин Армавира. Продолжаем выпуск. Афганский вертолетчик, армавирец Виктор Шульгин получил орден Красной Звезды за отвагу в боях под Кандагаром. Он исполнял свой интернациональный долг в качестве штурмана военного вертолета. Своими воспоминаниями ветеран поделился с нашим корреспондентом Владой Волошиной. Виктор Шульгин получил приказ ехать в Афганистан, когда ему было 25 лет. Ограниченный контингент советских войск только год находился в чужой стране, но потери уже были. Однако Виктор и не думал отказываться. По специальности он военный вертолетчик. В этом качестве и воевал. Летали на сопровождение колонн наших советских войск, на проверку караванов душманских. На борту десантники были. Приходилось перевозить разные грузы, в том числе почту советских солдат. В любом случае, каждый раз Виктор Шульгин рисковал жизнью. Самое опасное – попасть под обстрел. Ответный огонь каравана. У них же оружие везут, пулеметы у них, ЗРК. Когда они стрингеры завозили как раз. Вот этими штуками сбивали вертолеты. Была ситуация, когда интуиция спасла Виктору жизнь. Экипаж попал в зону минометного обстрела, но вовремя успел улететь. Кстати, техника полетов в Афганистане была особенной. Там летали, как на первом курсе в училище. Когда летчик только начинает летать, то ногу не даст правую, то ручку не держит, то авиагоризонт у него завалило, то крен получился откуда-то вышел, то нос задрал. Вот так вот и летали в Афганистане. Это чтобы не сбили. Дома Виктора ждали жена и трехлетняя дочь. Анна Шульгина говорит, что общаться можно было только посредством писем. Первое время очень было тяжело, потому что письма приходили, ну, месяц или два не было. А потом могли прийти сразу пять, шесть, семь писем. А так вот очень долго, конечно, переживали мы все. За отвагу в боях на территории Афганистана Виктор Шульгин получил орден Красной Звезды. Он вместе со своим экипажем уничтожил банду противника. Нам передают, что с земли увидели по склону горы идет караван душманы, около 20 человек. Тоже взлетели, навели нас, отстрелялись нурсами, произвели бомбометание. Потом земля подтвердила нам разведчики, что да, 20 духов убито. Самым счастливым моментом Виктор Шульгин считает прибытие в Афганистан новой смены вертолетного экипажа. Это означало, что Виктор едет домой. Автобус привез их, они все еще в рубашках, в хуражках. Мы же там уже так не ходили. Ну и сразу, здоров-здоров, откуда там, в комнату повели. Вот твое место, вот твоя койка, будешь тут, туда, туда. Вот Панама тебе, смотри, я в этой Панаме целый год, как говорится, ходил, видишь, живой остался. На тебе Панаму, чтобы ты остался живой. Виктор вернулся живой и здоровый. Даже ранений не было. Однако воспоминания о войне долго не отпускали. Ночью все время кричал. И очень долго кричал, и воевал. И, ну, как бы, надо было ухо всегда держать на востро, чтобы он не психовал, не расстраивался. После войны в Афганистане Виктор Шульгин трижды побывал в Чечне. Трудно представить, сколько переживаний выпало на долю его супруги. Анна Шульгина говорит, что при этом она понимала, такова судьба военного вертолетчика. Я, как бы, всегда горжусь им. Он действительно военный. Предпочтение вот к этой дисциплине у него, к порядочности – это у него есть. И я всегда знаю, что мой муж на высоте. Влада Волошина, Артур Кржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. В Армавир приезжает выставка из города Киров от компании «Знатные меха». На ней будет представлено более тысячи моделей. Традиционные и смелые цветовые решения размера от 40 до 72. Изделия чипированы. Приобрести их можно в рассрочку без переплат. Норка от 55 тысяч рублей. Приходите за качественными кировскими шубами на выставку «Знатные меха» 30 и 31 января в городской дворец культуры. Это была заключительная информация. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.